Здравствуйте дорогие друзья! С Вами снова Елена и наша рубрика Ее Величество Кухни. Мы частенько рассказываем о русских традиционных напитках. И в общем и целом сегодня мы предлагаем очень интересный рецепт яблочного кваса. Не весь процесс можно показать в одном ролике, но я сейчас подробненько расскажу то, что осталось за кадром. Поскольку у нас с Вами яблочный квас, то соответственно мы используем яблоки. Но прежде всего используется сушка. Сушеные яблоки, как их правильно заварить, у нас есть отдельный ролик про компоты сушки. Но тем не менее сейчас я еще отдельно расскажу. Мы взяли 800 грамм сухофруктов. Предварительно, если Вы любите более насыщенный вкус и такой более как бы выраженный, Вы должны эту сушку дополнительно подсушить в духовке, ну до темно-коричневого цвета. Главное без фанатизма, потому что горелая сушка вкуса не добавит. Что делается дальше? 800 грамм сухофруктов заливается 6 литрами кипятка. Сухофрукты частично заберут влагу и соответственно в сухом остатке у нас должно остаться примерно 5 литров жидкости. На них мы и будем с Вами рассчитывать пропорции нашего кваса. Ну так вот, мы сейчас сделали заготовку заранее для того, чтобы рассказать Вам следующее. Все квасы делаются на специальных заквасках. Закваска делается из дрожжей и сахара. Соответственно, температура жидкости должна быть у Вас не больше 30 градусов, чтобы дрожжи не сварились, а могли нормально функционировать в Вашей жидкости. Что мы сейчас делаем? Вот у нас в одной из кастрюль у нас это все заварено. А теперь мне остается освободить яблочную воду, которая образовалась от яблок. Для этого я беру вторую кастрюлю, на ней укладываю друшлаг и выливаю наши сухофрукты таким образом, чтобы сушка осталась в друшлаге. Вот видите, у нас провалился друшлаг. Это говорит о том, что я взяла самый крупный из них, но он все равно провалился в кастрюлю. Для того, чтобы этого не происходило, я сейчас с одной стороны зажала ножом и продолжу освобождать нашу яблочную воду от сушки. Вот таким вот образом, потихонечку, не спеша, мы должны переместить весь наш яблочный настой в емкость, где мы будем заводить квас. Вот, сейчас это буквально у Вас на глазах произойдет. Если вдруг по каким-то причинам Ваша сушка взяла больше, чем необходимо жидкости, Вы должны будете добавить теплой воды до 5 литров жидкости, чтобы у Вас было, чтобы пропорцию не нарушить. Значит, во время падения у нас тут 3 яблока проскочило, поэтому мы сейчас их отловим. Нам яблоки уже в квасе не нужны. Нам нужна только яблочная вода. Сушку мы заваривали без сахара. Сейчас самое время добавить. Вот на эту пропорцию добавляется около 3 стаканов сахара. Часть мы отсыпали в отдельную емкость, с ним мы будем работать, когда будем растирать наши дрожжи. А оставшуюся порцию мы засыпаем непосредственно в яблочную воду. Нам останется только хорошо это все перемешать до растворения сахара. Хотите, добавляйте сахар сразу при заваривании, одно другому делу не мешает. Значит, вот наша яблочная заготовка готова. Единственное, что еще могу сказать, сюда будет очень уместно добавить лимонную кислоту. Вот я сейчас буквально у вас на глазах из нашего запасника возьму пол чайной ложки лимонной кислоты и сюда добавлю. Вот. Так интереснее будет выражен вкус. Дрожжи сделают так называемый эффект газировки. А вот то, как будет выглядеть ваш квас, вы добиваетесь этого сейчас. Вот на этом этапе, когда размешиваете сахар и прочее. Значит так, наша заготовка готова. Температура ее не должна превышать 30 градусов, иначе вы сварите свои дрожжи. Теперь сюда надо добавлять не менее 15 грамм дрожжей. Вот здесь в пачке находится 40 грамм. Соответственно, мы возьмем сейчас меньшую половину наших дрожжей. Здесь у нас в отдельной емкости находится сахар. Сейчас мы будем наши дрожжи растирать сахаром. Для этого я их поломаю чуть-чуть, чтобы это было удобнее делать. И мы с вами сейчас будем тщательнейшим образом растирать наши дрожжи с сахаром, для того, чтобы у нас получилась равномерная, однородная сахарно-дрожжевая масса. Дрожжи и сахар мы растерли в однородную массу. Сейчас самое время добавлять эту дрожжевую закваску в наше так называемое сусло. Еще раз проверяем, достаточно ли у нас растворились все вещества, то есть сахар и лимонная кислота. Вот все идеально. Теперь самое время высыпать туда нашу дрожжевую закваску. В общем и целом, очень хотелось рассказать вам про этот рецепт, но он, к сожалению, за один день не делается. Но всю последовательность мы вам сейчас рассказали. Что, почему не делается за один день? Потому что квасу нужно дать время на выбраживание. Вот мы сейчас то, что мы добавили в кастрюлю, мы аккуратненько размешиваем. Дальше. До какого состояния у нас должен достается квас, чтобы он превратился в напиток. Вот сейчас мы с вами поговорим об этом непосредственно. Кастрюлю после того, как вы все дело заквасили, вы должны оставить в открытом виде. В открытом относительно. Обратите внимание, я для того, чтобы сделать квас, взяла емкость гораздо больше, чем необходимо. Для чего? Для того, чтобы квас начнет забраживаться, соответственно, пенится и прочее. Если вы не хотите, чтобы пена оказалась на столе, воспользуйтесь точно так же вот такой кастрюлей. Надо все-таки более подробно поговорить о том, что останется за кадром в момент, когда будет квас готовиться. Ну вот, во-первых, про кастрюлю мы с вами поговорили. Теперь, для того, чтобы было брожение активное и интересно, необходимо, чтобы эта закваска стояла в тепле и обязательно в открытом виде. Но относительно открытом, потому что вы понимаете, что не очень здорово, когда вот сюда может упасть все, что вы хотите. Поэтому кладем вот так вот лопаточку, а сверху накрываем чистым полотенцем. Вот в таком виде наш квас будет стоять до момента, когда начнет появляться пена. Как только пена начала появляться, это говорит о том, что наш квас естественным способом начал газироваться. Это будет сигналом к тому, что его надо разливать в бутылки. Ну, поскольку у нас примерно 5 литров жидкости там, то, соответственно, емкость мы берем 5 или 6 литровую. Лучше, конечно, брать пластиковую, выдерживающую высокое давление. Как вы понимаете, что квас будет газированный, давление на стенке будет очень серьезное. Поэтому возьмите, пожалуйста, вот такую бутылку. Что вы будете делать? Когда ваш квас покажет пену, вы его должны будете сюда перелить. Не доливайте чуть-чуть до конца горлышка. Положите в эту бутылку предварительно 5 или 6 изюминок. Наливайте, как я вам сказала, не доливая до горлышка. И отправляйте его в холодное место или прохладное. Но обязательно в горизонтальном виде. Обратите на это внимание. Все квасы хранятся до того, как они будут использованы полностью как напиток. Вот в таком вот виде. Таким образом распределяется давление по бутылке. Не будет никакого разрыва, не будет выдавливания крышки. И, пожалуйста, с момента, как он у вас будет перелит в бутылку, на следующий день вы можете этот квас пить. Он будет очень вкусный, натуральный, газированный. В общем, сохранит все свойства кваса. Плюс еще, естественно, яблоки отдадут свою силу. Еще. Вот частенько мы сушим сушку, кочерыжки мы выбрасываем. Я вам не советую этого делать. Вот для изготовления кваса вполне могут подойти сушеные кочерыжки. Так что, когда будете готовиться, перерабатывать яблоки, посушите кочерыжки отдельно. Из них можно приготовить великолепный квас. Итак, будем рады, если мы вам угодили нашим рецептом. Пользуйтесь, готовьте здоровые напитки и будьте всегда успешны. Всего доброго.